Добрый вечер! В эфире информационная программа «Панорама Севера». О новостях вторника, 23 декабря, вам расскажу я, Ирина Кожина. Сегодня состоялась 14-я внеочередная сессия городской думы. На повестку дня был вынесен один вопрос. Внесение изменений в устав Архангельска. Напомню, что в октябре депутаты областного собрания приняли региональный закон о местном самоуправлении, который предполагает отмену прямых выборов мэра. Подробнее Артемий Заварзин. Изменения в устав Архангельска депутаты Гурдумы приняли, приведя его в соответствие федеральному законодательству. И теперь в главном нормативном документе Архангельска должность мэра заменяется на главу администрации. Отныне его будут не всенародно избирать, а назначать из числа депутатов. Такую норму прописали в законе областные депутаты, не учитывая мнения архангелогородцев. Сегодня я буду впервые голосовать против своего желания, против желания своих избирателей. Надежда все-таки в той, что когда-нибудь мы все-таки вернемся к тому, что будем напрямую выбирать мэра города. Если вдруг эта система окажется неработоспособной, то всегда можно будет принять решение о изменении ее. Как отметил заместитель губернатора по региональной политике Сергей Ковалев, такое решение не финальная точка, а лишь начало изменений в системе местного самоуправления. И в данном случае это ни в коем случае не посягание на авторитет мэра города Архангельска. Виктор Николаевич для нас действительно значимый человек, авторитет которого мы привлекаем, один из самых авторитетных политиков в Архангельской области. И то, что за последние дни совместно с областным правительством найдены пути решений по водоканалу и выделение дополнительных средств в институционной программе для города Архангельска. Это совместная работа, это этапы совместной работы. Давайте поработаем на этом этапе. И то, что сказал депутат Зарипов, мы говорим, что это не на всю жизнь. Проверим этот этап. Мы восстановление, так скажем, нашего общества. Скорее всего, через какое-то время, наверное, может быть, и опять вернемся к системе выборов. Кстати, и федеральный закон не содержит жесткого требования отмены прямых выборов глав муниципалитетов. Конечно, мы всегда можем к этому вернуться. Мы можем вернуться к уставу. Мы можем, если жители города Архангельска могут вносить поправки, они обсуждаются на общественных слушаниях, и мы всегда можем вернуться и рассмотреть поправки. Две трети архангелогородцев по-прежнему считают необходимым проведение открытых и всенародных выборов мэра Поморской столицы. На сайте change.org размещена петиция под названием «Вернуть прямые выборы мэра Архангельска», где каждый может поставить свою подпись под обращением к депутатам областного собрания. Примечательно, что многие региональные парламенты субъектов России и всенародные выборы мэров городов сохранили. Артемий Заварзин, Руслан Симушин, Панорама Севера. Отделение Пенсионного фонда России по Архангельской области утвердило график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники. Выплаты за январь начнут выдавать с 3 января. Режим работы отделений почтовой связи 6 января будет сокращен на 1 час. За праздничный день, 7 января, выплата пенсий и пособий будет осуществляться 5 и 6 января. Начиная с 12 января доставка пенсий, пособий и иных социальных выплат будет производиться по установленным графикам. Закон о пополномоченном при губернаторе Архангельской области по правам ребенка был принят в ноябре этого года. Пути реализации нормативно-правового акта обсуждались профильными специалистами в ходе круглого стола. Рассказывает Екатерина Грициенко. Несмотря на то, что институт уполномоченного по правам ребенка существует в Архангельской области уже 3 года, закон о его деятельности был принят лишь полтора месяца назад. Как утверждают депутаты областного собрания, необходимость детального описания компетенции такого специалиста действительно назрела. В данном законе появилась отдельная статья, касающаяся доклада о полномоченном по защите прав детей. Этот доклад ежегодно направляется в Архангельское областное собрание депутатов, рассматривается на сессии, направляется в прокуратуру, в общественную палату. Областное собрание депутатов будет контролировать реализацию данного закона. Мы надеемся на активное взаимодействие по реализации данного закона, как с профилем Министерства образования и науки, так и с рядом других министерств Архангельской области. Согласно нового закона, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе области может вносить предложения в органы местного самоуправления, консультировать и оказывать содействие уполномоченным муниципальных образований, а также привлекать к ответственности должностных лиц, нарушивших права ребенка. Мы с вами, в общем-то, поработаем над тем, чтобы те органы, кто не доработал, те структуры, кто не доработал и кто нарушил право ребенка, в конечном счете они же должны восстановить это право. Обсуждались за круглым столом и итоги работы по защите прав ребенка в регионе. Так специалисты отметили положительную динамику устройства в семье детей-сирот. На начало года в приемной семье нуждались 1725 детей. Уже 1 декабря эта цифра уменьшилась до полутора тысяч. Екатерина Грицыенко, Евгений Зыков, Панорама Севера. 115 ключей от новых квартир получили жители Новодвинска. Переселенцы из аварийных домов ждали этого события более двух лет. Многие из них упаковали чемоданы еще осенью. А сегодня с особой радостью готовятся встречать Новый год в новых стенах. Из Новодвинска наш следующий сюжет. Этого события ждали очень долго. Строительство нового 115-квартирного дома длилось два года. Заселить новоселов обещали еще этой осенью. Многие уже с сентября сидят на чемоданах и ждут переезда. Большим подарком для жрецов стало получить квартиры за две недели до Нового года. Первым в дом хозяева 29-й квартиры по традиции запускают кота, чтобы жизнь была в новых стенах благополучной. Семья Шарковых ждала новое жилье 30 лет. Когда-то стояли на очереди как многодетные. Сейчас три их сына уже имеют свои семьи. Теперь они все вместе будут собираться в благоустроенной трехкомнатной квартире. Сегодня у нас большая радость всей нашей семьи. Такое счастье. Я держу ключи от новой квартиры. В этом месте только хорошая. Огромное всем спасибо. Квартиры теплые, уютные. На сегодня завершены все работы по отделке. Жильцам остается завести мебель и обустраивать комнаты по своему желанию. Во дворе многоквартирного дома установлена детская площадка, сделана парковка. Ключи от новых квартир вручили жильцам из 13 аварийных деревяшек. В ближайшем будущем рядом с новым строением появится еще одна многоэтажка. Ирина Тиченкова, Александр Пичугин, НОРД ТВ. Новый год вдали от родины встретят семьи вынужденных переселенцев с Украины. Архангельское отделение Российского Красного Креста делает все возможное для того, чтобы праздник действительно пришел каждому из них. Это и собранные деньги, одежда и, конечно, сладкие новогодние подарки для маленьких украинцев. Один раз бомбанули, попали в соседний дом. 14-летняя Диана рассказывает о налете на ее родной Перевальск. Это в Луганской области. В Архангельск девочка, ее родители и младший брат приехали 5 августа. Дома остались бабушки и дедушки. Дома осталась привычная жизнь. Куча я по дому, по друзьями, с одноклассниками, с бабушкой. А это 9-летний Марк и его младший брат Матвей. С мамой и бабушкой они приехали из Майорска. В городе, расположенном недалеко от Донецка, не было стрельбы. И все же семья приняла решение увезти детей как можно дальше от войны. Ну, они там с мамой и с дедушкой решили, что мы должны уехать. Ну, не знаю, чтобы до них не дошла еще война, потому что у них там еще пока не стреляют, хотя танки уже ходят. Теперь Диана и Марк учатся в одной школе, 26-й Архангельской. А сегодня вместе они получили сладкие новогодние подарки. Их на средства, собранные горожанами для детей с Украины, подготовило Архангельское региональное отделение Красного Креста. В общей сложности яркие картонные коробки получат больше 400 детей. Не забывают волонтеры и о детях из архангельских семей. На большой новогодней ярмарке, которая сегодня открылась во Дворце Спорта, ими будет организован сбор средств для их зимнего чуда. Волонтеры Красного Креста будут собирать пожертвования и новогодние подарки для наших ребят, для жителей города Архангельска, для тех детей, которые получают благотворительные обеды в столовой Красного Креста. Я хочу еще раз обратить внимание, эти деньги мы собираем не для ребят с Украины, а для наших детей, для жителей города Архангельска и Архангельской области. А пока Марк, Диана и другие украинские дети готовят свои новогодние желания. Мечтают они об одном – когда-нибудь вернуться на родину. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Панорама Севера. А теперь поговорим о елках. Каким должен быть главный символ новогодних праздников – натуральным или искусственным? Узнаем мнение архангелогородцев в нашей традиционной рубрике «Вопрос дня». Считаю, что живая елка, ну или хотя бы веточки, тоже должны стоять на Новый год, потому что запах ели, ну, опять же, ели мандаринов, опять же, ассоциации с Новым годом. Поэтому я считаю, что елочки обязательно должны быть. У нас искусственные. А почему? Ну, купили мы несколько, подарили нам несколько лет назад. Вот так и осталось. Была натуральная, в последнее время искусственная. Почему? Ну, они довольно симпатичные и реалистичные на вид. Вот, опять гигиенично. То, что все не сыпется с маленькими детьми, это актуально. Я покупаю большую, ну, у нас куплена большая и натуральная. Украшаем ее за неделю до Нового года. Натуральную, чтобы в Новый год войти с новым деревом, который пахнет очень вкусно, хвоей. Обязательно мандаринный атрибутик. Все будет хорошо. Сейчас краткий обзор событий вторника, 23 декабря. Новостной дайджест. Ракету «Ангара» запустили с космодрома в Архангельской области. Ее грузоподъемность 35 тонн на низкой орбите. Создание этой ракеты задача особой важности. Ввод «Ангары» в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты любых типов со своей территории и обеспечить стране независимый гарантированный доступ в космос. Сегодня в Архангельске полностью сгорел ресторан японской и китайской кухни «Якида». По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Помещение выгорело полностью. На момент возгорания ни посетителей, ни персонала в ресторане не было. Он заканчивает работу в полночь. Это уже второе нападение на ресторан. На месте работает следственная оперативная группа. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Архангельский аэропорт подготовили к лихорадке Эбола. Цель тренировочных учений – выполнение противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного с подозрением на смертельный вирус. Результаты учения будут доложены и обсуждены на Координационном совете, прямую трансляцию которого смотрите на нашем канале 25 декабря в 14 часов. В Москве открылась выставка картины фотографий о русском севере. Ее особенностью стало сочетание двух способов передачи атмосферы жизни и быта русской северной глубинки – живопись и фотография. Особое место на выставке занимают работа о жизни поморов, Белое море и возрождение деревянных храмов севера. Вечер при свечах под кофейную кантату. Послушать музыку барокко и выпить чашечку ароматного кофе приглашает поморская филармония. Вы услышите ансамбль солистов, струнный квартет, клавесин, флейту. Во втором отделении в исполнении артистов прозвучит рождественская музыка и популярная классика. На концерте 25 декабря зрителя ждет сюрприз. При любом заказе в кафе камерного зала чашечка ароматного бодрящего напитка в подарок. Предновогодняя суета закружила и жителей Котласа. На площади Советов состоялся веселый праздник – открытие главной елки, который собрал множество котлашан. Кто помог зажечь волшебные огни на лесной красавице и какие испытания были уготованы участникам праздника, расскажут наши коллеги. Здравствуйте, люди добрые! В жизни эти снегурочки – обычные горожанки. Просто они верят в чудеса и готовы их творить. Именно на помощниц Деда Мороза была возложена главная предновогодняя миссия – зажжение городской ели. Но для начала девушкам пришлось посоревноваться в ловкости. В забеге участвовали 19 снегурочек. Чтобы получить главный титул конкурса самой быстрой помощницы Деда Мороза, нужно было прийти к финишу первой. Дистанция для забега была определена небольшая – примерно 10 метров. Но для усложнения задания нужно было катить перед собой санки. Некоторые участницы выходили на старт с семьями. В их числе Татьяна Черепанова и ее старшая дочь Настя. Остальные дети и родственники поддерживали со зрительских трибун. Этот костюм, кроме, конечно, верх и шапочки, я шила две ночи, пока дети мирно спали. Принять участие решили, не знаю, но мы всегда на такие мероприятия за позитивом ходим, за хорошим настроением. Четырехлетняя Оля Гаврилова стала не только самой маленькой, но еще самой хитрой участницей забега. Увидев, что более взрослые снегурочки ее обогнали, девочка развернулась на середине дистанции и пришла к финишу первой в своей тройке. А в качестве подарка Деду Морозу Оля выучила главный новогодний хит нашей страны. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. Все снегурочки получили призы, а самыми быстрыми стали две подруги Анастасия Путилова и Анастасия Петракова. Девушки признались, победить помогла многолетняя физическая подготовка. Почти спортсменки, мы занимаемся танцами в Лимитском доме культуры. Эту организацию мы представляли сегодня на этом конкурсе. Горожан, желающих поучаствовать в церемонии зажжения главной ели котласа, в тот день было не намного меньше, чем в новогоднюю ночь. Сопровождали действия праздничные песни, катания на горках, которые накануне были установлены на площади. Многие так прониклись настроением приближающегося Нового года, что уже начали загадывать желания. Чудес ждем, чудес, волшебства ждем, как обычно. Сам Новый год пока в качестве эксперимента жители города встретят в городском парке. В ночь с 31 декабря на 1 января там будут выступать артисты и прогремит новогодний салют. Впервые за много лет он будет в высотном. Только образ, форма и фактура. В Архангельске начала работу необычная выставка кукол на тему белого. Четыре мастера, четыре стиля. Их творение объединяет только цвет и пространство. Виктор Кузнецов побывал на экспозиции. Авторами необычной выставки стал творческий коллектив из четырех профессионалов. Мастеров кукольных дел из Архангельска и Северодвинска. Проект, как утверждают его авторы, родился спонтанно. Не сразу пришло и название на тему белого. Рабочий вариант вне цвета. По замыслу художников, белая кукла на белом же фоне. Такое сочетание не должно отвлекать посетителей от созерцания чистого искусства. Каждый посетитель сам для себя решает, как окрасить ее. Ну вот, наверное, больше под настроение. Например, сегодня она ее видит в лиловых цветах, завтра в розовых, сегодня в голубых. А могут два быть разных человека, и в каждой кукле увидит свою историю. И по-своему ее окрасит. Вообще, нужны ли здесь цвета, каждый решает сам. Изначально у любой фигурки есть своя эмоциональная окраска. У слегка надменной и чуть-чуть мечтательной высокородной особой мастера Оксаны Скорняковой, лиричной садовой розы от Анастасии Пискуновой, или кружевной красавицы от Елены Пантины. У каждого персонажа свой характер. Рождаются спонтанно. То есть нельзя сказать, что мы как-то чего-то придумываем. Вот сложилась какая-то ситуация для мастера, или ему приснился сон, или там просто он идет по улице, и ему показалось что-то. Из этого персонажи рождаются. Здесь такие сказочные персонажи, особенно в преддверии Нового года. И они какой-то такой своей жизнью живут, кажется, что они тут замерли в какой-то, а что они тут делают ночью. Возвращение шахматной королевы действительно как будто из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Много пространства и мало кукол. Все для того, чтобы по мысли их создателей, персонажи ожили и поведали посетителям выставки свои истории. Виктор Кузнецов, Олег Ширеев, «Панорама Севера». Водник 90 лет в игре. Так называется творческий конкурс поделок, посвященный предстоящему юбилею легендарной команды. Школьники со всех уголков нашей области прислали на суд конкурсной комиссии свои работы из дерева и бумаги, ткани и бересты, а также рисунки и стихотворения. Дарья Целикова болеет заводник вместе с папой, а вот поделку к юбилею любимой команды сделала полностью своими руками. Это работа из гофрированной бумаги в технике торцевания. Получился вот такой объемный вариант флага желто-зеленых. Мы с папой ходим на каждый матч, смотрим, как они играют. Иногда мы ходим на тренировки и смотрим, как спортсмены готовятся к соревнованиям. Конкурсная комиссия выбирает из множества работ лучшие в разных техниках. Здесь и вязание, и авторская кукла, резьба по дереву и каргопольская игрушка. Первоклассница Даша Агафонова из третьей архангельской гимназии вот так представляет идеальный матч. Счет 8-0 в пользу наших. Одина Кузьмина из Лешуконья таким видит образ верного болельщика в неизменном желто-зеленом шарфе. Дети любят, то есть знают про водника, любят не только в Архангельске, а и в районах области. Это Пресецкий, Мизинский, Лешуконский районы. Показали они именно в любое, в разных техниках, и в керамике, и в пластике, и в бересте, что я очень удивился. Мне понравились работы почему-то именно младших ребят, то есть первоклассник, все-таки 11 класс, там это уже взрослые люди, а вот то, что иногда смотришь, делаю первоклассники, это просто здорово. Лучшие работы, присланные на конкурсы «Водник. 90 лет в игре» будут выставлены в спортивном клубе «Водник», а награждение победителей состоится 18 января на торжественном вечере, посвященном юбилею команды. Артемий Заварзин, Надежда Лебедева, Евгений Языков, Панорама Севера. Анонсы прямых трансляций на телеканале ПС в рубрике «Открытый город». В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 24 декабря в Архангельском городском культурном центре состоится праздничный концерт, приуроченный ко Дню Спасателя Российской Федерации. Прямая трансляция торжества начнется в 14 часов. 25 декабря в 14 часов смотрите прямую трансляцию из зала заседаний правительства Архангельской области, где пройдет встреча координационного совета глав муниципальных районов и городских округов Архангельской области при губернаторе. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639 720. Откройте город вместе с нами. Российский рубль продолжает восстанавливать свои позиции. Далее в выпуске информация о курсе валют. На 24 декабря курс доллара составил 54 рубля 57 копеек. Курс евро 66 рублей 75 копеек. Это были новости на телеканале ПС. Далее в нашем эфире программа «Вопрос психологу. В Новый год без забот. Рекомендации для здоровых праздников». Напомню, информационную программу «Панорама Севера» можно смотреть в интернете на сайте правдосевера.ру. В студии была Ирина Кожина. Всего хорошего. До свидания. 24 декабря на территории Архангельской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В Вельске и Котласе от 9 до 7 градусов мороза. В Мирном температура опустится до 11 градусов. В Новодвинске минус 10, пасмурно, без осадков. В Архангельске утром и днем минус 10. Вечером столбик термометра поднимется до минус 7. Ветер южный, осадков не ожидается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова